Велосипеды, 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 они везде. Дети приезжают на них в школу, взрослые довираются на работу и просто развлекаются. Весна – пора преображений. Многие люди пересаживаются с автомобилей на велосипеды, и сейчас мы у них расспросим, почему они это делают. По мне, так это самый оптимальный вид спорта. Я велосипеды очень люблю, больше, чем ролики и всякий бег, и такие силовые нагрузки. Мне кажется, это вот то, что нужно, таким, как я, ленивым. – Так, тебе нравится на велосипеде? – Да. – Давно катаешься уже? Сколько тебе водишь? – Угу. Мне два. – Тебе два? – Угу. – Почему на велосипеде? Любится спорт или что? – Да, люблю. На рыбалку ешь. Рыба сейчас ловится. – И так не устаете, наверное? – Нет, ну почему? Нет, нет. Отнюдь. Я только первый раз сейчас вот выехала, первый сезон, то есть когда открыла сезон, но куда угодно я пока не пробовала ездить. – В основном здесь. – Ну, чаще в парках, на даче вот ездим на велосипедах всегда. Да, у нас дача Турлатова, вот мы туда со всеми с детьми, с внуками ездим. – Там на велосипедах? – Да, садимся вперед, со всеми маленьких сажаем. Маленькие сидения, чуть постарше, восьмилетние, они сами на велосипедах и заодно ездят. Получается, участниками дорожного движения на двухколесном транспорте становятся и совсем маленькие дети. В то же время многие из велосипедистов жалуются на то, что в городе практически нет специально оборудованных мест для проезда. – Когда с детьми, мы стараемся выбирать дороги, где нет автомобилей, ездим вообще по пешеходным тротуарам, потому что страшно, страшно. Страшно становится и мотоциклистом, потому что не всегда автомобилисты с уважением относятся к этим быстрым парням. Выезжая на дорогу, сами байкеры понимают, о какой ответственности идет речь. – Юркость, она не во вред, просто надо уметь этим пользоваться и голову всегда на ключах иметь. Пацаны, да, они садятся на транспортные средства. Очень повышена опасность для себя в первую очередь. Так вот, чтобы довезти под КамАЗ не залетать, надо понимать, где и как ездить. Не так давно, кстати, уже произошел неприятный случай с участием двухколесного железного коня. В Милославском районе на дороге между двумя селами мужчина, управляя скутером, не выбрал оптимальную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в кювет и упал с мотоцикла. В результате ДТП мужчина получил травмы и в бессознательном состоянии госпитализированную больницу. Как выяснилось, молодой человек во время аварии находился на скутере без шлема и без прав. Вот от таких-то водителей порой ложится черное пятно на всех мотоциклистов. И чтобы такого не происходило, все мотоциклисты и велосипедисты должны сами в первую очередь соблюдать правила дорожного движения. Об этом неустанно напоминают сотрудники ГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин